Привет, друзья, с вами Ваймс и это вновь Риск оф Рейн. В прошлый раз я играл за капитана, так что персонажи закончились и теперь можно их выбирать более-менее рандомно, в том плане, что играть за кого хочется, а не за того, за кого я еще не поиграл. Я думаю, мне сейчас хочется за охотницу поиграть. Или за артифайсера, но, наверное, за охотницу больше. Так что поехали за нее. И у нее эффективные обилки, веселый геймплей. И нужно пройти третий уровень. Вместо сбора дельты или выжженные акры с запасом здоровья не менее 100%, то есть нужно не получать урон там. И к тому же, если оно не менее 100%, то, по идее, всякие там артефакты стекла или стекло, которое лунный предмет, они уменьшают мое макс хп, так что оно у меня будет не 100%. То есть, типа, когда у меня стекло активно, то у меня хп 50% максимум. Так что это, наверное, так не получится. Но посмотрим. Там вроде бы хорошая обилка, но также это один из самых сложных челленджей, по-моему, так что посмотрим, как получится. А в остальном у меня тройной выстрел и тройной дэш. Мне и то, и другое нравится больше обычных версий, но при этом тройной выстрел он определенно лучше обычной версии, а вот с дэшем немножко хуже, потому что он не умеет дэшиться по вертикали. То есть обычным дэшем я могу подпрыгнуть и задэшиться вверх. Этим я могу дэшиться только в одной плоскости, он ни выше, ни ниже не умеет. Но при этом у него три заряда, вместо одного с большим кулдауном. Ну и меньше дальности, естественно. Так что его можно как бы чаще спамить. Но при этом... Как бы суммарная дальность у них примерно такая же, и суммарный кулдаун у них примерно одинаковый, что три раза этот проспамить, что один раз одинарный. Так что это просто получается как бы удобнее, но без вертикальности. Ну ладно. Посмотрим. Грибы это явно не тот предмет, который мне нужен. Так что это немножко печально. Но что поделать. Ну и да, тройной выстрел он просто... Лучше, чем не тройной выстрел. У него меньше скорострельность и меньше урон. Но, соответственно, я стреляю по три сразу, так что суммарно получается примерно так же, по-моему, в ДПС. Но у него взаимодействие с критами лучше, потому что когда я критую, оно выстреливает. Оно не только в два раза увеличивает урон, но и количество стрел тоже в два раза увеличивает. То есть я выстреливаю шести устрелами с удвоенным уроном. То есть в четыре раза криты мой урон увеличивают в итоге, а не в два. И поскольку Риск Офрейн это игра, в которой эффективно билдится в крит, то это все очень неплохо сочетается. Неплохо работает. А что плохо сочетается с выживаемостью, это то, сколько здесь големов вокруг. Можно я буду в голема стрелять? Спасибо. Ладно. Я вообще хочу избавиться от грибов, потому что они ничего для меня не делают. Это довольно мощный хил, когда я стою на месте несколько секунд подряд, но как бы... Это такая игра, в которой стоять на месте несколько секунд подряд немножко смертельно. Так что лучше я сразу переработаю грибы в утиль и смогу вместо них что-то более полезное когда-нибудь получить. Не зубы. Зубы это, конечно, более хороший хилищий предмет, но не сильно. Так что нет. Тут лепки бомбы, хороший, хороший предмет. Шанс прилепить бомбу на противника предпадания, которая взрывается с каким-то довольно адекватным уроном. Не то, что прям супер-мега большим, но адекватным. Единственное, что она не прокает другие предметы. Ладно, тут я возьму броню, потому что это наиболее полезно из того, что тут есть. Теперь все попадания по мне наносят на 5 или на 4 меня. И, блин, надо когда-нибудь посмотреть, насколько конкретно, потому что в каждом видео, когда я подбираю эту броню, я говорю, я не помню точно на 5 или на 4, и не проверяю после этого. В общем, чуть-чуть меньше урона от всех попаданий. Довольно хорошо, особенно поначалу, когда вроде не очень дамаговая. Ну и телепорт. У меня есть накопитель прионов. Так что вот этот вот каменный титан. Он сейчас перестанет. Ну или нет, оно ему повинно спросит. Так что не совсем перестанет. Точнее, перестанет, но не совсем сейчас. Надеюсь. Окей. Так. Упс, вот это вот нехорошо. Но я грамотно использовал дэш и избежал урона от падения. Но также я, пожалуй, пойду куда-нибудь, потому что там очень много големов. Ну да. В общем, двойные прыжки и всякие дэши, они обнуляют урон от падения. И это работает, в том числе с падениями под карту, потому что, если я в последний момент, перед тем, как меня телепортит обратно, использую двойной прыжок или... Дэшусь. То я не получаю урона. Ну или получаю значительно меньше. Ок. А, нет, я не хочу тут быть. Мне не нравится толпы ледяных и литников. И также мне не нравится толпы титанов. Големов. То и другое очень нехорошо для выживаемости. Так что вполне возможно сейчас будет рип. Ну, по крайней мере, сейчас будет рип босс. Уже хорошо. Количе проволока. Я дамажу врагов, когда я получаю урон. А, вроде бы всех ближайших врагов. И это довольно адекватно. Ну ладно. Ломик я не хочу брать. Вместо этого я возьму копыт и получу скорость бега. Вполне нормально. И я пойду. Наверное, где-нибудь на этом уровне можно было бы найти еще сундук другой. Но поблизости нет. А тратить кучу времени я не хочу. Я и так слишком долго на этом уровне был. Хотя я к веду, как это хороший вариант второго уровня. Так что это меня вполне устраивает. Есть ли у меня возможность открыть ворота? Вряд ли. Почти никогда ее нет. И за охотницу это еще сложнее. Потому что автоприцеливание любит прицеливаться в эти горшки. То, что возможность открыть ворота, это закатить горшок на кнопку. Если он правильно заспавнится. Ну, если я эти горшки автоприцелом убиваю, то это не очень работает. Также там алтарь, который мне бы хотелось потрогать. И это вот та ситуация, в которой дефолтный дэш был бы значительно лучше, потому что я могу туда одним дэшком запрыгнуть и потрогать его. А так я, по-моему, туда вообще не попаду. Потому что, да, тут выступ, так что снизу я туда не попаду точно. Может быть, 3D-шоткуда-нибудь отсюда сделать. Чуваки, я пытаюсь запрыгнуть. Блин. Если бы они зажатием делались. Ладно, в общем, видимо, придется залить. И это печально. Ну, по крайней мере, большой сундук. В котором щит. Я получаю меньше урона во время бега. Не сильно, типа там... 15% может быть. Какое-то такое снижение. Но процентное снижение это хорошо. И я могу стрелять на бегу, так что... В этом плане это тоже хорошо. Для некоторых персонажей это абсолютно бесполезный предмет. Потому что они на бегу не могут атаковать. Так что... Так что он никогда не работает. Для охотницы норм. Зубы. Из убитых врагов попадают сферы исцеления. Опять же. Лучше, чем грибы. Но не суперполезно. И тут... Аптечка. Вот это вот более полезно. Адекватный хил после получения урона. Типа... Сколько-то фиксированных хп плюс пара процентов от максимума. Это вполне хорошо. А тут явно нож. И я сразу активирую телепорт. Иди на ход. Ну, погнали. Иди на ход не такой уж неприятный босс. Титан, на мой взгляд, хуже. А тут просто бегать кругами, стрелять и убегать от него, когда он свою... Атаку на лох хп использует. И все норм. Вот только что был крит. А вот она так на лох хп. Он чуть поселится. А правильнее, наверное, было бы дождаться... Этой атаки. Точнее, дождаться того момента, когда он будет на достаточно низком хп. И потом на копейку прионов использовать. В том плане, чтобы просто не дать ему эту атаку использовать. Дождаться, пока он так вот поднимется. Когда у него чуть меньше половины хп. И кинуть в него прионы. Это бы его, скорее всего, добило просто. ДПС у меня явно недостаточно. Для боссов. На обычных врагов вроде бы хватает. Нет, на обычных врагов. Ок. Ну, собственно, на дамаг у меня целых два предмета. Они оба достаточно хорошие, но они оба... ...с достаточно низким шансом рока. Вон, снова этот язык. Но я его сейчас убью до того, как он успеет что-либо сделать. Да. А череп мне не помогает. Пока что. Это нужно 4 дебафа на врагов накладывать. У меня нет ни одного. Не-не-не-не-не, у меня есть один нож. Второй череп. Ладно, хорошо. Шприт, скорость и таки, хорошо. Это вполне ДПС. Чуть-чуть пробегу вокруг. Собираю какие-то сундуки. Магазин — это неплохо. Это мне не нужно. Но магазин — это второй заряд у моей правой кнопки. И моя правая кнопка — это довольно эффективная белка. Не в такой ситуации. Не против одиночного противника. Здесь ломик еще, бомба или брошь. Это еще бомба. Ну еще от светилища можно в розах потрогать. Здесь. Зачем-то здесь. Стан не считается статусным эффектом для черепа. Но путь будет. Мы побежали. Высковая перепелка — довольно хороший предмет для мобильности. Он позволяет мне вот так вот прыгать вперед. И это круто. Ну и в целом как бы. Неплохие предметы. Там еще один автарь. Но до него я тоже не доберусь. Ну да, неплохие предметы, но ДПС у меня маловато. Выжжены акры. Но с такими предметами я не смогу здесь фу-хп поддерживать весь уровень. Так что, увы. А медведи, наверное, из этого стоит взять. Хотя шпирит тоже выглядит интересно. Это никуда не попало. Не шпирит, а нож, в смысле. Нож с ДПС, медведь — это выживаемость. Но при этом нож у меня один уже есть. Хотя его я недостаточно, чтобы хоть как-то надежно стакать ближе. А вот медведей у меня нет. И это шанс не получать урон, что вполне хорошо. А челлендж, который пройти уровень, не получая урона, он на самом деле немножко проще, чем кажется, потому что не считается урон в барьер, который оранжевый барьер, который от броши и еще от пары предметов. Так что, в принципе, если предмет на этот барьер стакать, то оно немножко адекватнее. Но все равно. Все равно непросто. Но и опять же, медведи блокируют урон. Так что, если у меня попадает и медведь блочит попадание, то оно не считается. Ну, наверное, это нужно делать, как минимум, на более легкой сложности. Ладно, чуть-чуть врагов поубивал. Пойду сюда. И возьму патроны. Бонусный урон по боссам. Это дрон со снаряжением. Ну, что-то в меня попало только что. Так что, рип. Я даже не понял, что. Тут тот виск, наверное, которого я вообще не видел. Ну да. А пулеметчик — это нехорошо. Так что я пойду. Там просто мелкий контейнер. У, мультишоп. Нож. Это явно что-то полезное. Рандом может быть чем-то неполезным. Тут еще мультишоп. Из-за этого ломик. Обычный сундук, который я пока что не могу открыть. А, я, пожалуй, чуть-чуть попармлю тут на этот сундук. Готово. Генератор считает не очень ценно. Щит вот не учитывается. Точнее, как бы. Щит не блочит урон в мое хп, в том плане, что... Щит для этого челленджа считается моим хп. Окей. Ну, опять же, прям особо эффективного аппс у меня сейчас нет. Так что, босс, я буду ковырять какое-то время. А. Мне бы хотя бы найти пару... Пару предметов на крит. Там, очки. Два-три стака. Отхил критами и все такое. И тогда моя автоатака станет значительно более эффективной. Потому что сейчас она, по сути, слабее, чем если бы у меня была одиночная, по-моему. Потому что у меня чуть-чуть ниже ДПС. Без критов. Но при 100% крит-шансе у этой автоатаки в разы больше ДПС. И в этой игре всегда стоит стремиться к 100% крит-шансу. Так что получается, что эта белка сильно лучше. А, окей, набегу, выпускаются младящиеся сгустки. Не уверен, насколько это прям полезно. Но пусть будет. Ну, в том плане, что бегаю я часто, но они вроде бы очень недалеко наводятся. Так что это нужно бегать близко к врагам. Чего я особенно не делаю, потому что у меня все-таки дальнобойный персонаж. Еще одна стан граната. И абсолютно ничего ценного здесь. Еще один нож. Ну, блиды. Уже с нормальным шансом. Блиды, это эффективно. Но так же я пойду. Вообще не был в той части уровня, на которую я сейчас смотрю, но... Пофиг. Зато я здесь, на новом уровне. Расколотая роща. Наконец-то мы его увидим. Не уверен, насколько надолго, учитывая 15 блинголемов сразу. Но посмотрим. Это гриб? Нет, это не такой гриб. Это гриб-прыгалка? Да. Логично. 15 блин элитных големов. О, ох, и она. Ладно. А, я не знаю никаких секретов этого уровня или еще чего-нибудь в том плане, что, типа, на лавовом есть гарантированный красный сундук. На том, который кладбище кораблей, или как он там называется, есть гарантированный босс, которого можно заспаунить, который дропает красный предмет. Есть ли здесь что-нибудь подобное? Наверное, да. Что где-нибудь тоже какой-нибудь красный сундук запрятан или еще что-то такое, но я не знаю где. А зато я знаю, что здесь есть святилище горы. Ну, негарантированное, наверное. Так что это вполне неплохо. Акнут. Увеличение скорости вне боя. Нормально. Не помешает, по крайней мере. Я хочу вернуться к мультишопу наверху. Где он вообще был, не здесь? Нет. Он был там. Два мультишопа. И оба содержат полезные предметы. У ракеты или была лайка? Наверное, была лайка. Большая у я. А здесь браслет, наверное. Хотя, конечно, висп тоже очень хорош. Но браслет очень интересно сочетается с аккумулятором преонов. Потому что он наносит урон с множителем от того, что его прогнуло. То есть аккумулятор преонов это типа там 400... Нет. 4000 моего базового урона. И потом еще 3000 от этих 4000 или что-то типа того. Это будет браслет. Если им трогать. То есть это будет ваншоте у басов. Блин, я не могу этого гриба убить, потому что он регенит быстрей, чем я его дамажу. Можно ли все-таки крита немножко когда-нибудь? Это еще и ледяной браслет, который больше урона напрямую наносит. С первым своим попаданием как бы. Ок. Внизу еще мультишоп. Ну, этот немножко хуже. Но батарея сойдет. Быстрее восстановление активных предметов и второй заряд. О, дай. Тут сундук какой-то. А, ромашка. Самый трэшевый зеленый предмет? Наверное, да. Один раз хилит меня наполовину хп во время телепорта. Типа наполовине прогресса телепорта. И каждая следующая ромашка как бы равномерно этот хил. То есть, с двумя ромашками это будет два хила на каждый третий телепорт. С тремя ромашками это будет три хила на каждый четверть телепорта. И это как бы не то, чтобы особенно нужно большую часть времени. То есть, в большинстве ситуаций этот хил проходит по мне, когда у меня и так фул хп или что-то типа того. Дроны. Блин, это пачка големов, которая заспаунивалась в самом начале, а она все еще меня очень напрягает. Надо их как-нибудь убивать. Я мог бы, наверное, в них прионами кинуть. Я не знаю, насколько это было бы эффективно. Но, с другой стороны, я не знаю, насколько эффективно тратить кучу времени на то, чтобы их просто так расстреливать. Для них, конечно, дают много денег, но... Есть на этом уровне еще достаточное количество сундуков, чтобы эти деньги потратить. Короче, я пойду. Там куда-то можно выше забраться? Я вижу алтарь. Это явно что-то, что я хочу потрогать. Окей, можно ли куда-то еще выше забраться? Не похоже. Наверное, я просто потрогаю телепорт. Иду на ход. Целая пачка. Ну-ка, испытаем. Ну, не ваншотил-ка, но половину купаем из него. И у меня два заряда, так что. Так что развлекайтесь там. Они, блин, хилятся. И когда они так застаканы, я не могу убивать какого-то конкретного. И там же огромное толпаете големов, которые застартовали. Это вообще не хорошо. А, я не хочу сюда падать. А, я так же не хочу тут быть. В том плане, что мне все загораживает все. Ладно. А, ну, меня убили сраные големы, которые заспавнились со старта штук 15 элитных с кучей щитов. И я им ничего особо не мог сделать. А, гоп, попробуем еще раз. Может быть, на этот раз у меня будет хоть сколько-то крита. Потому что ноль крита к четвертому уровню, это как-то вообще не серьезно. Особенно за охотницу с этой обилкой. Которая от крита скелится лучше всего. Так что, в принципе, ожидаемо. У меня ДПС не было, потому что я не нашел ни одного предмета на крит. Ну, посмотрим. Лепки бомбы, хорошо. Можно мне чуть-чуть врагов? Не, ну там опять голем в километрах. У, там алтарь. Но я до него не доберусь вообще никак. По-моему. Блин, еще одного врага. Двух. Ладно, пофиг. Я не знаю, что в этом сундуке было. А, я думаю, у меня есть еще один заряд. Чтобы обратно удашиться. Да. Ладно, что в этом сундуке основа накопить креонов. Круто. Ну, как бы одного его недостаточно. Мне нужно что-то, чтобы скейлить его урон. Так что крит и всякие браслеты можно. Окей, рандом. Выдал то, что там и так было. Замечательно. Баннеры я не хочу на 3D принтера принтить. Ну и, видимо, я иду к телепорту, потому что враги недостаточно спаунить, чтобы открывать сундуке. Ну, зато лунный предмет какой-то. Активный тоник. Настойка. А, не-не-не, это вообще хуже. Это еще хуже. Это уешка вокруг меня, которая дамажит меня и врагов. Ладно. Первый босс. Бродяга. Лови, чувак. Блин, я не могу по нему нормально попасть отсюда. Ответь мне не зацепить меня. Хорошо. А, блин, отсюда я тем более не могу по нему нормально попасть. Вот. И пояса. Спасибо. И лептанная ромашка. Абсолют нищий трэш. Наверное, я просто перейду на следующий уровень и не буду даже за предметами бегать. Потому что я потрачу кучу времени на них и не особо вероятно, что они будут чем-то прям особо ценным. Окей, почему он там прыгает на месте и не подходит, я не знаю. Ладно. Я ухожу. У меня будут две монеты со старта следующего уровня. Ура. Мокрые земли худший уровень в игре или что-то типа того. Не знаю, мокрые земли или выжженные акра. Оба ужасны. Не знаю, какой хуже. Наверное, оба хуже. Но зато здесь есть вот это. Это вполне неплохо. О, оно заблочилось с медведем. Класс. Можно два раза сразу заюзать. И может быть умереть от этой хрени. Хотя если кто-то других правов не будет, то она мне не пойдет. Не должна. Тут будет еще одна такая же хрень. Это уже хуже. Окей, красный сундук. Хорошо. Почти. Во, вот в прошлом броне этого не хватало. Теперь еще парочку. Можно будет что-то говорить о ДПСе. Ну, чтобы еще парочку, нужно какие-то сундуки найти. А, блин, все три предмета хороши. Я возьму скорость. Хотя скорострельность тоже очень хотелось бы, но я надеюсь, что мне все-таки когда-нибудь попадется шапка, которая дает скорострельность закрытой, потому что я ее последние ранов пять не видел. И она лучше, чем просто карастрельность. Окей, тут рандом. Аптечка лучше, чем все, что там было. И тут телепорт. Стан. Был. Видимо, у меня критонова, кстати. Критоновый капиталь пронж. Потому что иначе как-то... Как-то слишком. Слишком ДПС-то. Ок. И ладно. Там сундук какой-то наверху, надо будет взять. Там сундук далековато. Вот у меня ромашка похирила, при том, что у меня и так, по-моему, фулл был. Ну, этот уровень будет быстрым, по крайней мере. Ну, там еще сундук. И там еще сундук. Окей, этот уровень будет быстрым, но после телепорта я пробегусь по сундукам. Которые вижу. Наши деньги у меня явно будут. Окей, телепорт заряжен. А, это дрон хилищит, тоже сойдет. А там турель. Ладно. Турель не настолько хорошо, как сундуки. Ну, по крайней мере, тут сундук сиделища. Аптечка еще одна. Хороший хил. Радар. Э. И бонус в ближнем бою. Тоже так себе. А, там открыты сундуки всякие, так что я просто свалюю. Ну, в этом ране у меня уже все лучше с ДПС, чем... Ну, не лучше, но примерно так же, как в прошлом. Но при этом я в начале третьего уровня, а не в конце четвертого. Так что лучше. На этом же этапе в прошлом ране у меня в ДПС не было вообще никакого. По-моему. Иди потом один стак бомб. И может один стак ножей. Ууу, золотое святилище. Блин, хочу ли я с ним связываться? 832 всего лишь. Может быть. Это бонусный уровень с парой предметов. И с боссом. И, по-моему, он у меня в этом сейве не убит. Так что не анлокнуто то, что за него. Правда, за него полный трэш. Так что, может быть, и хорошо, что не анлокнуто. Ну, посмотрим. Так, где-то был сундук внизу. Внизу. Еще аптечка. Не, ну, хил у меня достаточно. Условно. Серп бы. Чтоб совсем достаточно. Ну, хил кроме серпа у меня достаточно. Урон в ближнем бою мне не то, что там особенно нужен, но ладно. Буду пользоваться, пока есть. Там 3D принтер. Со слизням? Не. Не особенно интересно, хотя нормальный хилищий предмет. Я не хотел так далеко улетать. Петарды. Запускаются при открывании всех этих ящиков. Летят в ближайших врагов, наносят приличный урон, но, как бы, проблема в том, что ящики на уровнях не бесконечны. Брошь это барьер. Наверное, я все-таки хочу накопить на золотую статую. Так что этот ран не будет особо удачным в плане... В плане того, что я там дойду до 8 уровня или еще что-нибудь такое, потому что я сейчас кучу времени потрачу на то, чтобы копить деньги здесь. Но, по крайней мере, я схожу... Посмотрю, что со статуей происходит. Перед этим я, конечно, хочу пооткрывать всякие сундуки. И на этом уровне тоже. А можно немножко меньше виспов? Ну, или, по крайней мере, по очереди их. Еще аптечка. О, шприц! Вот это шикарно! Скорострельность. Это довольно важно. Тут ничего. Упс, оказалось, тут еще что-то ниже есть. Очевидно, нет. Бензин, враги, загораются. Как бы, при убийстве врага я поджигаю соседних, ближайших к нему. Не супер-мега полезно, но... Дополнительный урон. Слегка. Радусь, бегаю на этот островок. Тут еще есть неоткрытые сундуки всякие. Которые, во-первых, запускают ракеты. Не дают мне еще деньги. Во-вторых, которые содержат всякие ломики. Бонусный урон по врагам, у которых фулл хп. Ну, почти фулл. Больше 80%, по-моему. Окей, наверху что-то есть. Наверху есть святилище. Не совсем то, что не нужно. А, конечно, потрогаю разок. Но ничего не получу. Ну, тогда поехали обратно в сторону... В сторону золотой статуи. А, вольно. Так. На, давайте по 873. Что-то подобное 80 чем-то вроде. Так что я уже близко. Проблема в том, что враги все сзади остались. О, там принтер. Принтер. Козлиное копыто. Это неплохо. Но мне немножко в лом возвращаться, и у меня нет... Торсырья. Так что мне придется жертвовать своими предметами какими-то. Возможно, полезными. Окей. Почему вы так странно спавнитесь? Хотя теперь мне явно хватает денег. Осталось только найти статую. Потому что я не особо помню, где она была, кроме того, что где-то примерно здесь. Ну, где-то примерно. Из этого я разве что броню возьму еще. Еще одну? Не, не еще одну. Броня у меня была в другом броне. Вот она. 832. Ладно. И теперь к боссу. Дофига времени на этом уровне, но... А. Ну что поделать. Бомик еще один. Это еще двойной урон или типа того по... А, первое попадание в противнику. Так что босс сейчас телепортируется в какой-то момент ко мне. Потому что вот и к бессу он так работает. Нет. Он там будет оставаться? Чувак. Блин, почему он вообще-то там заспаунился? Какого хрена? Скоро мне полдня обходить? Не... Не заряжать телепорт в этот момент? Потому что он, блин, заспаунился, я не знаю где. Ну да, дальше я в неудинных пелькионов. Это большая часть его хп и большая часть моего хп, потому что я поймал что-то неприятное. Но в целом, неплохо сработало. Надо. Тут мало того, что уровень сам по себе ужасный в плане навигации, потому что забираться на эти более высокие этажи неудобно. Спускаться неудобно. Мостики везде непонятные, острова везде, сам уровень огромный. Мало того, что он еще к тому же кривой в плане телепорта, что его хрен найдешь, потому что партикли его нифига не видно, потому что тут по всему уровню такие же партикли. Так еще и боссы очень любят спауниться где-нибудь не на том этаже, и хрен им что сделаешь. Ну и пулеметчики. Что-то совсем весело. Давайте им поубили. Боевой набор скрытности не особенно полезен. Еще вот лептонный ромашки, опять же, на фулл хп у меня прилетел, но зато сразу после этого у меня хп стало очень мало, потому что у меня что-то еще прилетело. Я не уверен, что. Типа вот этот чувак? Может быть. Ну да. Видимо, вот этот чувак, потому что сейчас у меня снова прилетел примерно столько же. А почему стрелы летят сбоку? Не ясно, но погнали в золотой портал. Подальше с этого уровня. Идет ли в золотом портале время, я не помню. Нет. Ну, это хорошо. Может, это, скорее всего, надолго. Особенно учитывая... такой вот спаун. Со странным боссом? Просто так, рандомно, и без каких-либо укрытий, за которыми можно было бы от него прятаться нормально. А пары старейшин и элитным титаном, и вообще... Можно адекватнее что-нибудь? Где меня одно? Лог. Вот, я старейшин убил. Босс и... и голем почти мертвые. Надо кого-то одного дофоксить. Вот, босс мертв. Я ничего не вижу, но вроде бы в голем попал. Окей, голем мертв. Теперь сам уровень. А тут где-то есть штук... Блин, еще старейшин. Он тут где-то есть штук пять сундуков. Так что это халявные предметы. Их какое-то фиксированное количество, но я не помню сколько. Может быть, реально штук пять. Ну, может быть, там семь или что-нибудь такое, я не знаю. А, и кроме этого, тут есть маяки, которые нужно активировать за кучу денег. И если все активируют, то заспавниться босс. Или что-то такое. Или нужно сначала заспавнить босс каким-то образом, потом маяки будут появляться, их нужно будет активировать. Ну, короче, нужно... активировать пачку маяков, чтобы можно было тамажить босс. Вот этих маяков. Три. О, денег у меня... Хм... Д денег у меня нет. А босс заспавнился. И босс это, по сути, тот же самый титан, только золотой. И у него немножко другой. Ну, все это в том плане, что он... Не один раз кулаком бьет из-под земли, а линией. И все такое. Вот так вот, примерно. А, и сейчас он, по сути, неуязвимый, или очень-очень сильно резистит. Все, пока я не активирую все маяки. А потом я промахиваюсь мимо него... Накопитель лимфреонов и все плохо. Ну да, и по-моему, мы идем на время активировались. Блин, в чате, зачем вы здесь? Просто умрите. Я тут от босса прячусь. Ну, в принципе, он не сложный. Не сильно сложнее обычных титанов. Так, ну я хочу куда-нибудь... А-а-а! Отойти. А то там как-то много всего. Его нужно восстановить, мы идти еще раз. То есть, да, они на время. Восстанавливаются они тоже за деньги? Это не особо хорошо. Хватит имена, по-студим? Нет. Тогда мне срочно нужно кого-нибудь убить. Можно подождать 20 секунд, чтобы зарядился на копитель лимфреонов. И, может быть, в этот раз я попаду по боссу. Так, вот ты просто иди нафиг. А-а-а! Нет, лазер. Нет, лазер. Ну, я попал, но это было как-то не очень хорошо. Опять же, насколько это было бы адекватнее, если бы у меня был крит-шанс? Больше, чем 11%. А-а-а, это дерево не плачет нормально. Вот как не очень хорошо. И все, он снова не уязвим. Ну, ладно. По крайней мере, активация маяков. Мелочек прогул дамажит. Да, иди нафиг со своим лазером. nings. Иди нафиг. Ой. ОК. А, я не хочу быть под водой. Я не уверен, где именно я был и как именно я отработал. Ну, лови, чувак. Восемь тысячи па. Трансторечно. Очень напрягает. И неуязвимость. Это было бы сильно менее уныло и тупо, если бы эти маяки один раз нужно было включить. Или если бы они, по крайней мере, там, не знаю, на процентах его хп выключались, а не просто через какое-то короткое время. Потому что, о, ты подамажил босса 30 секунд, иди пробеги еще круг по карте. Это как-то не то чтобы особенно интересный геймплей. Так же тут еще проблема в том, что у меня охотница, так что я его нормально дамажу только вблизи, потому что автоприцал не хочет на него наводиться через пол карты. А вблизи к нему я находиться не хочу больше, учесть времени. Потому что всякие лазеры и прочая подобная хрень. А издалека я разве что вот эту вот дождь кидаю, который как бы, ну, дамажит как-то. Ну, это все, что про него можно сказать. По крайней мере, когда он не хритует. А еще он иногда вот так вот делает, что я взлетаю и не могу им попасть никуда, потому что стена передо мной. И снова маяки. Ну, на следующий цикл у меня будет накопитель креонов, и он его добьет. Главное, чтобы меня никто не добил. Чувак, лови. У тебя есть лазер, у меня есть прионы. Ха. И в награду за это я получаю два сундука, которые я открыл. По-моему, их все-таки должно быть больше, но я не знаю где. Может быть, в воде, конечно, есть один. В воде есть код артефакта. Все треугольнички, кроме ромба внизу. Надо запомнить. И также я получаю его боссовский предмет. Призывает заводистановое время событий с телепортом. И это примерно настолько же полезно, как кажется, в том плане, что союзники в этой игре ничего полезного не делают никогда. И это предмет, который призывает союзника, причем еще и не союзника, который все время активен. Типа как с матки жуков предмет, который призывает жука стража. И он как бы мой союзник, и он сражается. Если его убивают, он там через 30 секунд респауниться или что-то такое. Не, это примерно такой же по эффективности союзник, но он призывается только во время ивента с телепортом. Бесполезный траж. Так что сюда я больше никогда не хочу. Потому что три предмета не стоят того времени, который я на это трачу. Не игрового, потому что игровое время на паузе, так что как бы технически это всегда... Это всегда плюс, потому что я получаю какие-то дополнительные предметы и не трачу на это нисколько игрового времени. То есть важность никак не скейлиться. Но, блин. Если у меня супер имбовый ран, то, наверное, можно. Но если нет, то полчаса ковырять босса ради трех потращивок сундуков. Не, я как-нибудь обойдусь. Светилище битвы заспавнило мне босса. Который меня уже достал за сегодня. Можно немножко меньше титанов. Ну, по крайней мере, этим дэшем очень удобно уходить от его лазеров. Так что в этом плане оно норм. Олег. Вау, этого не хватило? Как? Я не попал или что? Или какой-нибудь другой враг выбежал и там... Защитил титана. Потому что я не понял. Ладно. Этого хватило. Зубы немножко бесполезная хрень. Хлыст у меня уже, по-моему, два есть. Нет. Один есть. Ну да. Не супер. Тяжелые времена. Хорошо. Второй заряд правой кнопки. Супер. Еще скорость бега. Вообще шикарно. И 3 800 на сундук. И привет. Минус глаза и самый тупой босс в игре. Отдак. Вот. Ок. а блин прыгает ясно она наверное просто я сейчас получу достаточно денег чтобы легендарный сундук открыть вот я риб дрон риб медное устройство наверное вот так вот сделаю и это не пойдет в него это не пойдет в него естественно как я ненавижу червя просто вот большая часть твоих объектов не может ничего сделать тому боссу потому что в него невозможно попасть этой большей части объем потому что он блин под землей все время вылезает на полсекунды и за эти полу секунды я беру тебя не дойдет она убит почти хватает на на сундук и это блистающая машина отлично все мои атаки взрываются нанося шесть процентов дополнительного урона так что это дополнительно у ей и дополнительный урон и вообще очень шикарный предмет еще я сразу активирую портал получу еще пару пару боссов что мне так стомашу по крайней мере мой союзный этот титан он отвлекает врагов и они его бьют они меня иногда это все что он что он может по сути ок один без кончился нет казалось взорвался лифт и было изначально может быть требовал изначально теперь все кончились я получил у тебя зло он критический удар всегда накладывает кровотечение вроде с кровотечением взрываются это блин очень круто проблема в том что у меня ни хрена нет крита так что можно мне еще там что-нибудь на крит чтобы это работало и чтобы мой дпс работал и чтобы вообще что-нибудь работал а то без крита как печально один порт кончился я пробегу пособираю все что можно проблема в том что можно не так уж и много потому что тут ничего нет вот я ракетницы шикарно там адаптивный сундук так он вроде называется надо было взять браслет наверное еще один нет я уже не сейчас не успею ничего не что попасть так что по черному траж это было взять браслет или махина естественно ладно я поздаю немножко своего троши сюда например мясо например еще одного слизня что у меня еще есть полезный набор скрытности наверное можно сдать альтонную ромашку нужно сдать зубы на случай если там на следующем уровне будет какой-нибудь 3d принтер очков что-то еще книжка наверное и все остальное оставлю от книжки враги дропают золото и это иногда полезно слегка но иногда и слегка еще одна липкая бомба хорошо все открыто там принтер не тот что мне нужен еще одна липкая бомба отец поехали без на поле мульти шоп довольно хороший даже вроде слегка есть даже сраный чар слегка есть черт давай вот так я в него попал по крайней мере снял самую большую часть он устроен в ближнем бою не особенно нужен но что поделать наверное батарею возьму хотя двойной прыжок тоже очень очень хотелось бы но у меня сейчас куча урона с накопителя прионов так что уменьшить его калдаун и получить второй заряд это вполне хороший план ок блин я вроде нажал я ну да вроде нажал ладно не подбегать к марианцам но тупо я пробежал мимо сундука нажал я побежал дальше развернулся сундук не открыт ну да input и почему тупо умер но в любом случае опять же слегка хороший ран типа вот это вот круто и все ну и вот это вот круто да два два очень крутых предмета есть все остальное не крита у меня нет так что это очень круто но не работает скорострельности у меня нет отхил на 4 аптечки хорошо но от его открыт of у меня нет отчего отпадания у меня нет ничего такого у меня нет блин до 1 стак балалайки нет ни хрена что у меня с удачей в последнее время потому что последний там семь восемь ранов или что-то типа того я не находил вообще ничего полезного типа у меня во всех этих ранах 0 крита может быть там 10 15 20 процентов если повезет 0 отхила 0 и 0 всего зато блин не знаю там куча всякого хлама который я перерабатываю или которые не перерабатываю но мне остается что там 5 стаков мяса круто десяток ключей круто и все такое не знаю но что-то я открыл будучи в огне ну ладно удачи куда-то делась видимо ну я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами бываемся пока пока